Второй год подряд база отдыха Торова становится крупнейшей в стране экологической площадкой. Здесь встречаются молодые экоактивисты из 85 регионов страны со смелыми современными взглядами и сотнями креативных идей. Мастер-классы, воркшопы, лекции, встречи и семинары. Кто-то приезжает на экоформу уже во второй раз, кто-то только знакомится с эко-площадкой. Приятно вернуться в эти места, в Череповец. Впечатление, хороший прием. Мне здесь нравится. Очень приятно. По организации форума, по тому, как все проходит, как все красиво оформлено. Мне очень нравится. Я очень рада, что я сюда приехала. И база, и сам форум замечательный. Классно, очень конструктивно. Много вопросов поднимаем актуальных для уровня региона и всей страны. И очень много интересных людей. Все очень заряженные, все в теме. Нет практически таких, кто плавает. Все уже на опыте. Это очень ценно. Прям такой продуктивный нетворкинг. Форум – это отличная возможность заявить о себе и своей идее. Ребята два часа участвовали в дискуссии, которая развернулась прямо в большом шатре, практически под открытым небом. Мы участвуем сегодня в программе «Чистый воздух», в которой в том числе Светлана Геннадьевна, сотрудники Росприроднадзора, внимательно мониторит и контролирует. На сегодняшний день мы снизили выбросы по сравнению с базовым годом, с которого начинается отсчет результатов программы в 2017-м. Мы снизили выбросы на 12,5% и потратили уже 7,4 миллиарда рублей на эту программу. Хочу подчеркнуть, несмотря на любую экономическую ситуацию, мы сохраняем приверженность экологическим целям. Только за последние 10 лет на экологические инициативы компания в целом направила около 17 миллиардов рублей. На форуме особое внимание уделили вопросам формирования ECG-стратегии регионов. Мы находимся в зоне такого природного благополучия между двумя крупнейшими промышленными потребителями природных ресурсов. И сам факт того, что ребята, которые приехали, многие сотни со всей страны, впервые в Вологодскую область именно в эту точку, и они видят, что так можно быть крупнейшим металлургическим предприятием или предприятием по производству минеральных удобрений, при этом дружественно относиться к окружающей среде. Каждый участник форума мог напрямую обратиться к любому спикеру, будь то руководителе компании или госструктур, задать вопрос, предложить проект, рассказать о себе. Общение без границ, как отметили собравшиеся. Мы сегодня говорили очень много про циркулярную экономику, про материалы, которые должны много раз обращаться. Так вот, сталь, я бы хотел убедительно в этом все еще раз напомнить, сталь это материал будущего. Почему? Потому что сталь можно перерабатывать бесконечное количество раз и практически без потери ее свойств. За последние 30 лет мы видим, как меняется сталь. Вообще атмосфера на форуме царит очень экологичная. Так, например, возле кулеров с водой нет привычных пластиковых стаканчиков. А все потому, что пластик, как известно, сложнее всего переработать. Поэтому каждый активист взял с собой на форум свою кружку. А вообще в каждом шатре находится что-то очень уникальное, интересное и экологичное. Ребята из Уральского аграрного университета привезли на форум настоящую разработку будущего – роторную гидропонику. Кстати, агрономы Екатеринбурга уже активно применяют такую технологию в реальности. Роторная, потому что принцип вращения ее ротор. Гидропоника, потому что это выращивание растений без почвы. То есть гидропоника – это технология именно выращивания растений. Вот это у нас представлена просто гидропоника. Самая стандартная, самая обычная. То есть представляет собой стеллаж. Есть ящики. В ящиках находится вода с питательными веществами. И, соответственно, растения закреплены в пеноплексе, который плавает в этой воде. И растения получают все питательные вещества из воды. А по соседству и коактивист Алексей из Нижнего Новгорода крутит педаль велосипеда и перерабатывает пластик. Я сейчас на белой шредере. Это устройство, которое мы придумали сами. С помощью велосипеда, педалей крутим и измельчаем пластиковые крышки без электроэнергии. Затем мы их можем повторно переплавить. Изготовить из них изделия. Брелки, значки, планшеты для бумаги, блокноты и бижутейли. Панно из пакетов, платье и сумки из старых баннеров, настольные игры из пластика, фантазии коактивистов, кажется, нет предела. К слову, лучший проект получит денежный приз на конкурсе грантов до полутора миллионов рублей. Мария Ебелянко, Александр Беспалов. Новости.